В моем родном Ленинградском городском институте геофизика такая... Что такое геофизика для тех, кто нормальный людок? Это значит, когда человек меряет физические поля на поверхность земли и делает вывод, что там внутри устроено. Как правило, выводы неправильно, но все равно интересны. А геологи, они такие люди, что отбил кусок молотком, посмотрел, а от этого не верят. И у нас, я когда учился в городском институте, а там одни мужики были после войны, там был такой член-кредсменент Татаринов. Он был специалистом по полезным ископаемым, он не любил геофизику, он геолог, но это бывает так точно. Есть конфронтация геофизики, геолог. И он дал потрясающее определение геофизике, но я читаю лекции в МГУ сейчас, понимают сразу, студенты у меня тоже. Он говорил, геофизика подобна мини-юбке. А она позволяет увидеть массу интересов, никогда не открывая главный источник информации. Это замечательно. Спасибо большое, Юра. Дело в том, что он меня обернул в мои юные годы. Когда-то в Ленинградском городском институте я попал на совсекретную специальность, дуру, где была повышенная стипедия, были поиски Урана. Это был там Средмаш, замечательный сталинский нарком, Леонид Павлович Берия, Леонид Павлович Берия и прочее, и прочее. И первая моя письма на своем «Не снег», а песня, которая я написала в далеком 54-м или 55-м годах. Вот Саша лучше знает, когда я что написал. Вот. Это когда мы узнали в 54-м. Когда мы узнали, как Уран действует на мужиков, я написал очень грустную песню нашего факультета. Я ее сейчас пою на задании людям, чтобы они никогда с Ураном больше не связывались. Дело в том, действительно, это смех смехом, но люди, которые попали на Урановое месторождение, мои коллеги из моей группы, давно уже с кем-то простыл на земле. Вот. А я слабо упомянулся в стенденцию. На Уран он жизнь свою истратил, много лет в городе его искал, и от этой жизни в результате он свой громкий голос потерял. И от этой жизни в результате он свой громкий голос потерял. Загрустил от этой причины, и пропал он с горечью в словах. Я теперь уж больше не мужчина, а всего лишь облако в штанах. Я теперь уж больше не мужчина, а всего лишь облако в штанах. Более полувека прошло самое непосредственное этой песне, на которой третий куплет у меня от ужаса остатки волос с дымом, нолицем черепа. Он заплакал и пошел рыдая через реки, горы и поля. И лежала перед ним большая женщинами полная земля. И лежала перед ним большая женщинами полная земля. Я очень предназначен моему многолетнему другу, очень знаменитому человеку, который пришел сюда, одев обе своей звезды-героя, Артуру Чилингару, который... Ни деньги, ни слава, ни власть, а вот этот дикий интерес авантюриста, который хочет что-то испытать в себе на грани, так сказать, невозможного. У нас есть общий друг, который то ли прыгал в сладочные глинаты, то ли не прыгал, но легенда ходит. А Артур, он действительно, он герой настоящего. Во-первых, он гениальник, организатор полярной экспедиции, наверное, Северный полис, где-то была Арктика и прочее. Но кто-то полез в аппарат, уже имея все чиновные звания, полез в аппарат, чтобы погрузиться в точке Северного полиса, зная, что дрейфующий лед может туда-то пожаловаться, а обратно фиг. Это очень тяжелая и очень опасная работа. Я очень признателен ему за то, что даже вот в зрелом возрасте и так далее, когда мужу мальчишки, он мальчишки остался. Я, Артур, тебя поздравляю с этим, и дай тебе больше долгих лет, и еще не последних подвигов, как у Геракля, не считая его последнего подвига, правильно, давайте его поприветствуем. Спасибо. А я в честью вас пою эту песню, когда, когда, значит, когда операция помолвала подводный аппарат, и там все-таки заскрипело, заурщало, и мы пошли вниз, и все подозрительно стало скрипеть, и было очевидно, что сейчас все протечет. Значит, я потом... Первая моя мысль была такая. Ну ладно, я тебе два дуга, ну ладно, они профессиональные пилоты, они для этого обучены. А я-то, дурак, честно, я влез. Че, мне влезли, не хватало, там, наверху. Это правильное ощущение здорового организма, которое надо преодолевать. И вот тогда это пошло песню подводного пилота. Дело в том, что когда аппарат идет вниз на глубину, то планктон и фитопланктон, это значит, такие зверюшки, или растительные клетки, так сказать, организма, которые висят в горизонтах определенной толщи океанской воды, идешь вниз, они идут вверх. А когда ты идешь вверх, то они опускаются, как снег, как лыка снега. Вот, еще я прожектор, в улюмина, как лыка снега. Вот. И наш директор Монин, академик, в свое время был ненаволен, моей песни сказал, «Городийский» написал трусливую песню. Он поет, что хорошо, когда они всплывают, они должны петь, и рады, когда они погружаются. Не пиши тревожных писем мне, не зови немедленно назад. В океанской темной глубине нас несет отводный аппарат. Я плыву беззвучно, как во сне, надо мною не бьешь, не вверх. За окном Плантом идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. За окном Плантом идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. Говорим тебе много раз, ты важнее всего в моей судьбе, но важнее, наверное, сейчас. Гислород, Плантом идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. За окном Плантом идет, как снег. Плантом идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. Плантом идет, как снег. За окном Плантом идет, как снег. Плантом идет, как снег. Плантом идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. Спасибо. Ну что ж, перейдем к запискам, да? Но... Я буду, так сказать, не все подряд, потому что... Ага, интересно. Севастополь, Южный Крест, Атланты... А, это Сарышка. Понятно. Саша, давай чуть отложим, я тебя сейчас позову, мы с твоей споемы Севастополь. Вот видите, как мальчик у нас приобщится. Нормально. Спасибо за вашу творчество, где вы сделали чайный петок? А Северный? Песню, что-нибудь на Северный? А Северный? А реки Северные, да? Да. 101-й километр реки Северная, вы, наверное, знаете, раз их там работают. Когда из осадочного комплекса и спокойного плеса вода входит в базартовые трапы и сужается в конце, видно, перепадает оба трамплина, и сужается на скагоболе метров с 500, с 400, или больше, сужается в каньон порядка 100 метров, в конце водослиг порядка 12 метров и турбулентное завихрение напротив скала. Это без петана. Три человека погибло уже после Стасика, уже мне писали письма, потом. Это 60-й год, июль месяц. Мой самый близкий друг, которому сейчас 25 лет, который погиб в этом самом головороте. Есть песня, которую мы знаем, сейчас вместе споем, посвященный в памяти, но наши туристы и просто геологи, кто-то еще, люди, которые как-то думают о веселом, разнесли ее по всей стране как веселую песню. А я тут пару лет назад в Крым попал в Аркутск, и директор филармонитетского Александр Алексеевич, какие-то странные люди на вас пришли, была ранняя ось. Я никогда филармонит не видел, а узнал, что я прилетел в Аркутск, все геологи с окрестной Тайги, Байкалы, из полевых партий приемли на меня поглядеть. И я выхожу в фойе в перерыве, и за моей спиной один здоровый парадач, где-то говорят, интересный вам человек приехал, а все наши песни знают. 60-й год, Таруканский край, надеюсь на поддержку города. Все перекаты, да перекаты, поступай их по адресу. На это место уже нету карты, плыву вперед по адресу. На это место уже нету карты, плыву вперед по адресу. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Плодит камни, плодит ветер моей берявой лодкою. Плодит камни, плодит ветер моей берявой лодкою. Большой реке я на утро выду, на утро не там кончится. И подавать я не должен вину, что умирать не хочется. И подавать я не должен вину, что умирать не хочется. И если я стану с тобой ждала, не стоит долго мучиться. Хоть люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все в перекаты, да перекаты, поставь бы их по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по адресу. АПЛОДИСМЕНТЫ Стишок прочитаю, приятель. Солнце, лады, яви ослепительный лик свой в шорохе гарки и сладостных звуках сертаки. В бойне троянской и жаркой постели калипса не позабыть Одиссею любимой и таки. Груды камней, где места для пастбища нету. Старый дворец в лесу тулое ждет пенелопа. Сойки рваться туда, огибая планету, спориться с сылвы глаз выжигать после глоба. Но не свернуть кораблю от поставленной цели в топоте конском и мать ахийской атаки, хрюхая хряком меж ног золотистых церцей, не позабыть Одиссею любимой и таки. Он воркиц то стариком, не героем, дом развалюха, жена в седине и морщинах, где же трофеи того и ограблены трои, где ордена, что так ценятся нынче, в мужчинах. Не обманут герои ни Арос, ни Эрос, не пролетит Посейдон в атактическом браке, в жарких краях и полярном сиянии Эрос, не позабыть Одиссею любимой и таки. В горе и странстве, листы упрятан в ладони, в зною пустынь и холодном арктическом дыме, кто бы мы были без этой легенды о доме, горстке камней, что наивно считают своим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВЕСЕЛАЙ СИГНАЛИЗМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Немного и черных платьев не носи, и частых средств не сей. Еще под парусом тугим, в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. О геркулесовых столбах, дельфин и гриль в спину, и между двух материков огни рисуют сюда. О геркулесовых столбах, дельфин и гриль в спину, и между двух материков огни рисуют. Еще над черной глубиной Морочит нас тревога Для царства твоего От царства губ и рук Пускай пока мы родня Тебя не судит строго Пускай на стенке повисит Мой заплённый лук Пускай пока мы родня Тебя не судит строго Пускай на стенке повисит Мой заплённый лук В геркуресовых столбов Лежит моя дорога Пусть южный ветер до утра В твою стучится дверь Ты не спеши меня забыть Ты подожди немного Вина сладкий не пей И жрехам не верь Ты не спеши меня забыть Ты подожди немного Вина сладкий не пей И жрехам не верь Это редкая песня Исполнись, пожалуйста, песню про Пятигорск Это Лермонтов, да-да-да Это Микешинский поэк Лермонтов Рассказит Пятигорск Здесь грустный бронзовый Лермонтов Уже без своих леп усарских колунов Уже в форме поручика Тингинского Пехотного полка Сидит и просто смотрит в сторону Лепуса Лепуса больше не видно Он в дынке И сразу вспоминаешь Трагическую историю его гибели Ведь его Николай Петров лично ненавидел И послал, наверное, смерти Под, так сказать, чеченские Очень актуально пули Вот как была первая чеченская война, да? Вот А он вроде как лучший Появил самоволку Значит, в тыл На воды На курорт К друзьям В Пятигорск К Мартынов И вот такая песня Продает фотограф Миньи, а карат толкуя кит На леброс не видно В пенге молча Лермонтов глядит Зеленевит, словно в кручек Уходя под облака Как посмеливый поручик Не доехать до полка Как посмеливый поручик Не доехать до полка Брон закреется на солнце Спят равнины зырким сном Срешительный несется Над пехотным голубом Но к вам в огоньский поручин Проскакав полкищи верст Как посмеливый поручик Повернуть на Пятигорск Как посмеливый поручик Повернуть на Пятигорск Пикники и пьянки В кроте женщин Томные глаза Ваше место в вашей обороте Где военная гроза Там от дыма небо серо Скажется одни из меня Недостойно офицера Уклоняться от огня Недостойно офицера Уклоняться от огня Ах, оставьте скуку тыла И кортежную икру Светлый год, вас друг мой Ты нам завтра в гости Вечеру на гроте Вы не жите Где было бы верней Прикажите, прикажите Поутру седать коней Прикажите, прикажите Поутру седать коней Ага, кожаные куртки Для моей подруги Натальи Перед собой для вас Мы уже спели Хорошо Значит Песня кожаной куртки Песня полярных летчиков Ставшая давно безымянной Народной И прочее Написано в легком 59-м году В Таруканске Когда еще была КУПА такая организация Артур Николаевич Путин Да, управление полярной авиацией Были замечательные люди Потом их ликвидировали Да, Шевелев Там много было Шевелев Да, да, да Там был Я еще познакомился С Ирина Павловичем Азаруковым Там были Не говоря уже Ей, 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 да Публичные Это Иванович Иревич Там свои легенды Там много чего Но, значит Мне довелось В 57-м году Когда я попал К 1-ю Арктику С ними работать Летать, садиться У меня где-то есть фотография Когда Хвост Аннушки Торчит Из льдины И через 10 секунд Все уйдет туда А просто у нас Мы там занимались Гравитационной съемкой Гравитационной съемкой На льду Арктики Он был закрытый Там Даже если чего Не дай бог Не дай бог Создавать Там надо только Тяжелому Своему сообщать Но Дело в том Что у них было Право первой посадки То есть Вот он летишь Там Надо выскакивать Из самолета Мерить там Магнитное поле Гравит Потом обратно И вперед А Значит И потом Штурман определяют Можно садиться Нельзя Ей, черное разводение Ей, черное А иногда Таски вроде Еще нет Припудрено Садишься И общий привет И вот мы так Все Не один раз Выше провалились Но когда На плоскостях Лежит АН-2 То он еще Минут 5-10 Он еще может Подержаться И пока мы Выгружались Я У второго Говорю Сережа Тяжело было Дверцу Открыть Он говорит Нет Открыть было Не тяжело 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 было Отрывать руки Тех Кто к ней Тянулся Ну Так И еще Песенка Написана А с ним Лазарова И вообще Рассказывал Тех Кто не знает В 91-м году Я пропал в Израиль И там Жару Дикую В Иерусалиме Я Значит Там Высыпал С концертом В русском Дове После концерта Ко мне подошел Человек В пиджаке С советскими Ирскими колодками В тиран Войны И вытирая глаза Сказал Что я старый Полярный левочек Я всю жизнь В Арсике Воевал С немцами Все Ваши песни На вырез Знаю Думал народный Можно Утереть меня Полчаса Посидим Полчаса По рюмке Примем Практику Поговорить Тут не с кем Про рактику Поговорить Не с кем Ужил Какой-то И похлопал Себя по карману Из него Торщало Городское Столичные Бутылки И говорит Понимаете Тут прямо Не с кем Душу отвезти Горискак Выкнул Сказ Замечает И кому Нужна В Израиле Полярная Авиация Так 59-й год Мокрости Апатрухански Песенка Полярных Летчиков Кужины Горьки Брошенный В угол Тряпка Из-за Наверчина Низкое Окно Бродит За ангарами Северно В юго В маленькой Гостинице Остарьки Темно Бродит За ангарами Северно В юго В маленькой Гостинице Остарьки Темно Командир Со штурманом В диплом Отставить Голова Рукою Подопрет Второй пилот Подтянувши Струны Старенькой Гитары Следом Борт Механика Тихо Подпоят Подтянувши Струны Старенькой Гитары Следом Борт Механика Тихо Подпоят Эта песня Грустная А забыть Пора нам На глухом оторе И сердца Зачетины Снова Тереть с берега Снегом И тубаном Снова Ночь Елётная Даже Для луны Снова Тереть с берега Снегом И тубаном Снова Ночь Елётная Даже Для луны Лысая Романтики Воздушные Бродяги Наша жизнь Бальчишеские Вечные Года Прочь Тоску Годитеры Выпитые Фляги Ты Метер Служба Счастья Нагадай Прочь Тоску Годитеры Выпитые Фляги Ты Метер Служба Счастья Нагадай Солнце Закатное И тёплое Это светло И штурма Послушных Сосновавшихся Руках Ждите Нас Невстреченные Школьники Левесты В маленьких Асфальтовых Южных Городках Ждите Нас Невстреченные Школьники Левесты В утренних Асфальтовых Южных Городках Спасибо Ну и все Понимаете Сразу Вспоминается Пародия На меня Пародия Написана Неверенная Часа Поскольку В основном Писали Мои коллеги В молодые Геологи Летчики Позднее Моряки Ну и все Молодые Мужики Оторваны От женщин Своих От жен От близких И поэтому Все пародии Носили От крайней Выжденно Сексуальной Питерой Пока Были Молодые Начавшие Мужчины Говорят А вот Уже К сожалению На эту Пародия Написал Человек Уже Решающей Жизни На моей 70-летней Повыбли Игорь Михайлов Носковский Автор Пародия Относится К моему Старшему Теперь После Вчерашнего Дня Рождения Я вам Петь Полно Поставай Кожаные Брюки Прошенные В угол Ничего Не видно В этой Темноте Погоди Немного Юная Подруга Руки Ведь Трясутся И Глаза Ните Командир Со Штурманом Ведь Предупреждали И Хирург Нашептывал Мне Пускай Кровь Нынче Это Самое Получится Едва Ли Выпитую Фриогу Мне Напомнить Вновь Кожаные Брюки Вновь На старом Месте И В стакане Челюсть Бьется От храя Ты Чего Пристала Школьница Невеста Отойди От Дедушки Милая Моя Аплодис 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 Что вы радуетесь Я не понимаю Ну что смешного Абсолютно Получится Трагично Как Написал Вот тут Будь Губерман Буквально 23 Часа Мой Многолетний Друг Вчера Вчера Он Меня позвонил Поздравляю К меня Днем Вражнении Я ему Говорю Что пришел Один Академик Знакомый Подарил Мне книжку Евреи Секс Потрясающе И они Только что Вы же Такая книга Я говорю Слышишь Такую книгу Интересную Странную Он говорит Старик Никуда не девай Я прилечу Поздав Дай почитать Ладно Весь И картинки Посмотрим Ужас Так вот Губерман Написал По этому поводу Так Я четверости К любовной Жизни Охладев Я Богасил Свою Жарованную Еще Смотрю На Нежных Дев А для Чего Уже Не помню Что Здесь Там Ну Хорошо И Видимся Дальше Ой Человек Хорошо Знает Мое Творчество Я Эту Песню Никогда Нигде Не пел Эта Цыганечка Не веряйся Женщина Женщина Охладев Я Не могу Петь Потому что Я Слов Не помню Она Слыш Записана Где-то Она По-моему Один Раз Записала То Она Существует Дед Латистов Я Продожу Извинения Это Неупотребление Я Сидим Премьем Сейчас Что-нибудь Еще Посмотрим А Кири Сыганочка Надо Да Надо Сейчас Сейчас Записка Что-то Не 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 Сын Вадима Самурдовича Полтора года Не мог заснуть Без песни Предательства Ого Ну Дети Пошли Песня Достаточно Трагическая Ну Давайте Песня О Предательстве Серьезно Предательство Предательство Души Незаживающий Ожог Рыдать Устал Рыдать Устал Рыдать Устал Над Мертвыми Роженок Заверзло Треть Рыдать Рыдать Жена Жена Твоя Жена Твоя И лучших Друзей А все вокруг Как будто Заяц Смотрят Ласково В глаза И громко Воздают Тебе Хвалу А ты Добыча Для ворон И дом Гребус Неразарен И кривеник Пылится На полу А ты Добыча Для ворон И дом Гребус Неразарен И кривеник Пылится На полу Учитесь Вы Учитесь Вы Учитесь Учитесь Вы Друзьям Не доверять Мучительно 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 После Их терять И в горло Нож Возает Брут А под Тезе Берег Крут И хочется Довериться В драгу Земля В закате И в дыму Я умер Потому что Жить без этой Веры Не могу Предательство Души Не заживающий Ожог Предательство 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 Над мертвыми Рожог Заветло Тридевит Зелень Трубы Серебряные Треб И лошади Несутся Постерег Но что Тебе Святая Цель Когда Пробитая Жене От Выстрела Дымится На Спине Но что Тебе Святая Цель Когда Пробитая Жене От Выстрела Дымится На Спине Аплодис На Аплодис На Аплодис Дело в том, что, кто не знает, Саша вчера тоже был в день рождения, как и убеден, просто тоже 20 марта, но немножко там, его 8 лет, а мне уже, о-о-о, да. Вот, значит, Саша, Саша, батюшка серьезная, вот такая-то, мы будем работать, спросились, кто-то, а сейчас давай споем про Севастополь. Атлант был своем в конце. А ты же что-то знаешь. Ну, я тебе подскажу, что стоит, что мы разберемся. Да, значит, песня, которая достаточно драматичная, 2-3 года назад написана, я уж не помню, из-за этой песни закрыли все русской авторской песни в Волоклаве, в Волоклавской каникулы. Правда, вот приученка еще. Дело в том, что я там исторически был присяд в жюри, русские авторы, да, украинские авторы пели, все было хорошо и нормально, а то я как-то пролетел, и присяд в комитете, мой друг Андрей Соболев, главный редактор газеты Севастопольской, русской, начали рассказывать, надеюсь, сейчас, может, там как-то получше стало, о притеснениях русского, так сказать, населения Крыма, о том, что закрыли русские все газеты, закрыли все передачи из Москвы русские, Пушкину в школах заставлять только в украинской береге читать. Ну, я человек старый, я заобиделся с державой, я там еще преподавал офицером, гидрографом, я в Севастополе много лет там работал на юных судах, да, ну, мне стало обидно, я написал песни. Да, а я там был вообще, как, работал стариком держави, меня там привозили, там поили, меня как-то вывозили на сцену, когда концерт начинался, я слабой рукой благословлял поющих, и меня увозили пить, да. А, значит, а тут последний концерт есть в Севастополе, где мы с Крустальней, там стоит огромный бетонный монумент, последним защитником в Севастополе, значит, смертельно раненый красноплодец умирает на руках у Краснодара. И в свете прожекторов, прямо над открытым небом, вот вшел последний, это в ютубе, кстати, есть, Сережа Никитин, мы с ним вместе будем, он мне играл на гитаре, и я говорю, что, Андрей, вот у меня есть песни, но я боюсь, что, как бы, потом у тебя не было этих проблем. Он, ну, чего там, чего отстеричка ждать, я думаю, что это, боится, что хотите. Я начал петь эту песню, а там народ сидит, в основном это русский флот, шумный там, все. И когда я спел первый публик, то пошла из искра по толпе, и я как сам уже испугался, но ужасных снял. Меня очень интересно, по поводу этой песни, масса есть разных мнений, меня поливали там в грязи, в интернете, страшно, пару лет идет, Дикая компания против этой песни, ризатор, не против, там сталкивается мнение. Меня интересует ваше мнение из тех, кто ее не слышал. Поехали, Саша, пойдем. Я за мной, повторяю все петра. Пахнет дымом от бабших знамен, малопрогу от битвы жестокой, сдат последние вечера, пусть он. И вступают в роги в Севастополь, и изранный молвит солдат. Спотыкаясь на каменном спуске, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг, В небе бесерах хищные стаи. Вдаль уходит последний моряк, Корабельную опту оставив, И твердит он, смотря на закат. И на берег покинуты узкие, Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Что царит наступающий год, Снова рерва туманная мгниста, Я стоплю в последний вельбот, Покидающий краску и пристань, И шепчу я, прищурив глаза, Не скрывая непрошенной грусти. Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Спасибо. Браво! 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 Памяти. Когда закрыт аэропорт, Мне в шумном зале Вспоминает сененое. Во сне летя в лесополе, В громко лошади Вздыхают за стеной его. Поле окрестные мокры, На стурубельнии огня, Ни человека. Ах, постоянные дворы, Аэропорты девятнадцатого века. Ах, постоянные дворы, Аэропорты девятнадцатого века. Сидеть там вместе в утро, Давайте с вами познакомимся получше. Из града славного Петра, Куда, скажите вы, торопитесь, поручик? В края обвалов и жары, Под бранд начальству и под выстиной обрека. Ах, постоянные дворы, Аэропорты девятнадцатого века. Ах, постоянные дворы, Аэропорты девятнадцатого века. Аэропорты девятнадцатого века, Какая общность в этом есть, Какие зыбкие нас связывают нити. Привычно чокается здесь, Поэсть ведь егерем, Гонимый и гонитель. Оставил спору топоры, Но за странные печальные лучшие. Ах, постоянные дворы, Аэропорты девятнадцатого века. Ах, постоянные дворы, Аэропорты девятнадцатого века. Оно прощаться нам, друзья, Окошко низкое в рассветной позолоте, Неся нас в разные края, Ронуться тройки, Словно лайнеры на взгляде. Ах, мелья карточной игру, Асходорожные до будущих коллег. Ах, постоянные дворы, Аэропорты девятнадцатого века. Ах, постоянные дворы, Аэропорты девятнадцатого века. Спасибо. Спасибо, родители. Антиреские острова, а все. Конец вакты в четыре утра, Выходишь на бак, И там в тумане огни острова. Какой остров, говорит? Гвадалупа. Страшная задача. Такие, брат, дела, Такие, брат, дела, Давно уже вокруг Смеются над тобой. Горька и весела, Пора твоя прошла, И партию сдавать Пора уже без боря. На палубе ночной, На палубе ночной, Постой и помолчи. Мечтать за сорок лет, По-меньше мере глупо, Над темною водой, Огни горят в ночи. Там встретит поутру Нас остров водолубая. На темною водолубь, Огни горят в ночи, Там встретит поутру Нас остров водолубая. Пусть годы с головы Дерут за прядью прядь, Пусть хрустна от того, Что без ворку влюбляться. Не страшно потерять уменье удивлять, Страшнее потерять уменье удивлять, И волк вратясь в края Обыденной земли, Обыденной любви, Обыденного супа. Страшнее позабыть, Что где-то есть вдали На ветреной проливе И остров водолубая. Страшнее позабыть, Что где-то есть вдали На ветреной проливе И остров водолубая. Так пусть же даст нам Бог За все грехи грозя, До самой смерти быть Солидными не слишком, Чтоб взрослым было нам. Завидовать нельзя, Чтоб можно было нам. Завидовать мальчишкам И вода ценятся сны, Но в комнатной пыли Последние года Отмеренные скупы И будут миновать Ночные корабли На ветреной проливе И остров водолубая И будут миновать Ночные корабли На ветреной проливе И будут миновать Водолубая Ночные корабли И будут миновать Ночные корабли Ночные корабли Влезть на второй грот Шесть на второй год Это там целая история Она есть в книжке В воспоминаниях Как туда-то я влез, Так сказать, Обрадовали как-то Отца Федора Снимали втроем Вот, это было замечательно Позорная была встреча Совершенно, да Ну, потому что вот Да, но, тем не менее Была песня пиратская песня Дело в том, что Мой многолетний друг Георгиевич Визбор Как-то сказал У каждого уважающегося автора Есть у тебя одна пиратская песня Пармянского дальше странно Что касается Градинского Тем, что он сам старый пират Шестьдесят второй год, да? Да, восьмидесят Чуделый Как раз она Пират, заботя о стороне родной Когда сигнал кататель нанесется Поскрипывают мачты над волной На пенных реплях вспыхивает солнце Земная неизвестного тоска Под флагом со свещёнными костями Или когда мы не умрём, пока Качается светило над костями Или когда мы не умрём, пока Качается светило над костями Дрожите, не в саводские купцы Свои жиры студённые трясите Дрожите, королевские дворцы Искали в голову всем ситили Нашёвный праздник пушат и львка Мы явимся незваными костями Или когда мы не умрём, пока Качается светило над костями Качается светило над костями И никогда мы не умрём, пока Качается светило над костями Вёртвым пела попутный ветерок На зло врагам живём мы не старея В лесу ясный солнечный дерёк В последний раз запряжем в монарея Мы возле всех ухватим за бока Мы к вам придём недобрыми местами И никогда мы не умрём, пока Качается светило над костями И никогда мы не умрём, пока Качается светило над костями Система Декарта Если кто-нибудь, не знаю, как гуманитарное образование имеет Значит, каждый раз не забываю объяснять Что такое система Декарта Рене Декарта — великий физик, великий философ Человек, с которым появился ДН-14 Не ошибаюсь, придумал намеревать места В зрительном зале Но это же детали А просто он впервые обоначал пространство Любим, в котором мы живём Тремя аккордесятами Икс, Игорь и Зет Вот и всё Песня не про это Давайте отложим Вчерашние планы до нового марта Дожди бездорожья и рыжее пламя Все семена карта И в небе над бором Срываются звёзды с кливочного круга В осенний упор Любить уже поздно вздыхает подруга И в небе над бором Срываются звёзды с кливочного круга В осенний упор Любить уже поздно вздыхает подруга Забудем про время Мальчишеской прыти в леса и тикан Канчается время весёлых открытий и новых романов Поймёшь Об этой любовью, что кажется первой Остали последней Сырой тревожной для леса и поля Порой облетание Менять невозможно по собственной воле Среду обитания Сырой тревожной для леса и поля Порой облетание Менять невозможно по собственной воле Среду обитания Но жизнь и такая Мила и желанна Замечу я ромко Пока привлекают пустая поляна И полная столбка Пока мы под сердцем Любовь и туносим всё ставя на карту И тихая скерца И ликует осень в системе на карту Пока мы под сердцем Любовь и туносим всё ставя на карту И тихая скерца И ликует осень в системе на карту Там ещё записки Но это ещё как раз на 90-летие Пусть так пойдёт и дальше Так Уважаемый Александр Васильевич Очень приятно, когда вы молодой, красивый Я в городе Омске получил полгода назад записку Уважаемый Александр Васильевич Что вы говорите? Что вы старый, старый Я вот смотрю на вас Сверху из ложи И я бы ещё А мне 28 лет Я бы с вами ещё вполне закрутил роман И дальше Повторите, пожалуйста, ваши научные звания А ещё лучше в городе Казани Когда, значит, я получаю записку про содержание Но это полгода назад было Значит, уважаемый Александр Васильевич Не кажется вам, что авторская песня сегодня окончательно выразилась Поёт под минус Поёт под плюс Вместо осекового какие-то пошлые попсовые тексты И дальше Какое счастье, что вы до этого не дожили Дорогой Александр Васильевич Подавлю вас на тему Спасибо, Испон, пожалуйста, песню Красный Габриолет По поводу второго Знаете ли вы, какой один режиссёр Интересовался хатрисатом Нет На вашей песне есть довольно много пародий А тебя знаю? Нет, ну есть Много пародий Но не всё можно убить Спасибо А красный Габриолет Где-то проявляясь Я человек старый Да, у меня в ушах просодии Вальсы, танго Ну что в юности Я ничего другого придумать Не могу А сейчас же всё идёт вперёд Вот И, значит, я попытался им дать песенку Такую Она как-то полулирическая Но она Попытка написать её всё равно Попсовый текст Мы с нею встречались немало лет Но после огонь погас Она переехала в новый свет Где-то и живёт сейчас Одна, выйдя замуж за старика Переехала в новый свет И купила стремительней, как река Красный Габриолет Мы с ней повиделись Мы с ней повиделись пару раз По очень чужих дорог Она за очками щупила глаз Глядя куда-то в бог И наша встреча была пусто Как облетевший цвет А рядом стояла её мечта Красный Габриолет Пожатёршие листья били в стекло Время вперёд цекло Я всегда вспоминаю о ней тепло А нам почему-то зло Я ей благодарен за те года А нам почему-то нет Несмотря на дом, в котором горда И красный Габриолет Я ей благодарен за те года А нам почему-то нет Пусть будет счастлив пути всегда Красный Габриолет Я ей благодарен за те года Спасибо 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 Так Спасибо С вами Сейчас Немечку Да, тут есть фильм Просили теперь Терезантехэр Тут есть фильм, который называется «В поисках Идиша». Это фильм о судьбе языка европейских евреев. Идиш, который погиб в месяц с 6 миллионами его носителей. Этот фильм сделан на примере трагических судьбой моей семьи, погибшей в Белоруссии в годы Кулакоста. И там есть песня, которую фильм этот залил в прошлом году в Нью-Йорке на Международном фестивале фрагментального кино. Он субтитрован по-английски. Залил первое место в мире. Я прочитаю стишок из этого фильма и песню. «Жизнь котлета коротка, видишь, я не знаю языка, Идиш, достояние моего предка, Да и слышал я его редко, Не учил его азы, грустно, Мой единственный язык русский, Но составившийся, как скрою, Расскажите языка с кровью. Мой отец перед войной с мамой, Говорю на нем порой, мало, Что я их разговор не понял, Это все я до сих пор помню. Я не знаю языка, значит, Не на нем моя строка плачет, Не на нем моя звенит песня, И какой же аид, если, Подзабыл я своего деда, Будто нет для него дела, Вдали носится река, жарко, Я не знаю языка, жарко. АПЛОДИСМЕНТЫ 9 мая позапрошлого года, Минск, На печальной звездной яме, Где немцы убили несколько тысяч евреев, Собираются люди с цветами, Идет равный миссинг, Китами поет и песня. Подпирая щеку рукой, А житийских устав невзгод, Я на снимок смотрю с тоской, А на снимке двадцатый год. Над бесечком клубится пыль, Обретает вишневый цвет, Мою маму зовут Рахим, Моя маме двенадцать лет. Над бесечком клубится пыль, Обретает вишневый цвет, Мою маму зовут Рахим, Моя маме двенадцать лет. Под зеленым ковром травы, Моя мама теперь лежит, Ей защиты не стал улыб, Ненадежный Давидов щит. И кого из моих родных Ненароком не назову, Кто стареет в краях иных, Кто убитый лежит в орлу. И кого из моих родных Ненароком не назову, Кто стареет в краях иных, Кто убитый лежит в орлу. Завершает урочный век Солнце плавится за горой Двадцать первый тревожный век Начинает звуком второй Выгорает седой ковыль Старый город в Англу отец Мою внучку зовут Рахим Моей внучке двенадцать лет Выгорает седой ковыль Старый город в Англу отец Мою внучку зовут Рахим Мою внучке двенадцать лет Пусть поет ей весенний хор Пусть милует ее слеза И глядя на меня в укор Юный ман и мои глаза Отпусти нам, Господь, грехи И детей упаси опять Мою внучку зовут Рахим Мою внучке двенадцать лет Отпусти нам, Господь, грехи И детей упаси опять Мою внучку зовут Рахим Мою внучке двенадцать лет Мы приближаемся к финалу от записки к финалу Девушки отдыхают Насчет глобального потепления, да Дело в том, что когда этот фильм занял на первое место Я был приглашен и рассказал об этом на презентации этого фильма В России конкретно Соединенных Штатов Америки Это считается большим таком рейтингом Но перед тем, как меня туда привезли Со мной беседула дама протокольная такая Которая что надо, чего не надо И говорит, профессор, мы знаем вашу точку зрения Значит, по поводу глобального потепления Что вы резко выступаете против идеи Альберта Гора Насчет глобального потепления В рейтинге не самое главное Но я сказал, что вы никогда Но я ничего там не говорил Меня заело, я написал такую хулиганскую песню Про глобальное потепление Которая работает гораздо сильнее, чем любые научные статьи Она такая для вагонного употребления российского Но она убедительная Горевыничное мое поколение Нам глобальное грозит потепление Нас подает их свиной неблой зоною Угрожает нам дырою озоною Нет печальней народ в этой повести На задушт углерод в жарком поясе На задушт углерод в жарком поясе На горах растет рёд и на полюсе За окошками беда косоротится Обежит в море вода, не воротится Все сумеют города, затопить она Сгинет Лондон без следа, миссис Питера Нас пугают от утра и до вечера Ну а мы, как детвора, все доверчивы Как нам бычь, чтобы не сгинули Быстро мы, чеш-трепы президенты с министрами Я кривую лапки рот над эпохою Что озон, что умерет Все мне пофигу Не желаю знать о том, что утопну я Не хочу глотать потом водку теплую Регко верной земли население Нам глобальное грозит оглупление Принимаем всё всерьёз, что не мерится А на улице мороз и метельница Регко верной земли население Нам глобальное грозит оглупление Принимаем всё всерьёз, что не мерится А на улице мороз и метельница Спасибо. Спасибо. вот таких фирменных байк нет, вот фирменные байки, когда они лежат мне, у него нету, у Гайбербана может и есть, вот он придет и у него запросить. Так, сейчас тут уже много-много всего, ого, тут целое письмо от всей души, спасибо, запросила Стополь уже, спасибо большое, спасибо большое, уважаемый Александр. Спасибо за поздравление, спасибо большое, спасибо большое, очень приятно, я потом все заберу, ну как держать не могу, так, сейчас посмотрим, есть пародия студенческая песня, нет, это я не в отношениях, а девочки от Саустрова Пасхи не имеют ни к самой песне, ни к ее пародии. А, замечательно, это я написала женщина, ученый-гиопезик Барт и удивительный мужчина. Замечательно, все женщины меньше здесь сидят, все влюблены, есть на то причины. Да, я понимаю, спасибо, это я просто сохраню себя, на всякий случай. Спасибо большое, понимаете, хотя, Гайбербан на меня все пишут всякие безобразные пародии, вроде как сказать, пока еще доволен я собой, старейся красиво, слава Богу, и девушки кидаются гурьбой, «Перевести меня через дорогу». Ну, понимаете, он вообще, в 69-м году, я еще был молодой, да, я лежал в Сестровецке, там мне кооперировали, он что-то не разобрался, в чем дело, и написал «Был мой мисс». Я написал на меня жуткое четверостишее «Один поэт имел предмет, которым злоупотребляя, востребствую это свело на нет, прощай любовь в начале мая». И еще, а потом уже эпитамию на могилку меня принес, «Когда врагов утешит слухом, что я зарыт в глубоком скрипе, но кто поверит, Стас Старухович, что я бывал великолепен». Ну, в общем, охранник, да. Ну, приходите, послушайте его уже. Так, спасибо большое. Всемирный день земли сегодня, да? И всемирный день поэзии, я знаю, да. И день весеннего равноденствия, да? Спасибо большое, друзья. Посмотрите, пожалуйста, в Донском монастыре. Что-что? В Донском монастыре. Хорошо. А в Донском монастыре Зимнее убранство Спит в Донском монастыре Русское дворец. Спит в Донском монастыре Спит в Донском монастыре В Донском монастыре Русское дворец. Русское дворец. В Донском монастыре Русское дворец. 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 записки да кстати действительно у меня 2 числа 2 апреля пошел в зале политического музея будет авторский вечер бинусе прошу там так половина будет фильм и лекция моя наша прямо глобально по тебе где против него а вторая будет нормально значит будет вечер сиди без любви прошу приходите сегодня день позиция прощите пожалуйста я это уже прочитал а второе пожалуйста поэзия не жанр а конфессия если строго говорить по совести писать стихи опасно профессию живучим романы или повести писатели безвестности во славе ли не спорили с царями или дожими и дожили до старости как правило поэта же до старости не дожили к чему ему возомнив себя правительствами все же свечу ломая перья затемно писатели ссылали под правительство поэтому убивали обязательно и провали дома или в поезде на черной речке и в сучане лагерном если мы продолжим эти поиски опалок всех уже не хватит влаги нам не долго не жили и весело не радует и горькое наследие писать стихи опасно профессию лучше драмы или же комедия ну и значит споем тогда уже все-таки связи с этим вспомнив имя пушкина споем песенку про дуэль и перейдем уже к финалу дуэль 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 и в на Волге в старом городе Калинове, там гуляют копееческие дети вместе с бомжами, по Волге катались на лодках, как полят из пушки, шапанска, денег дофига, конец девятнадцатого века, делать нечего, а, между прочим, уже конец девятнадцатого века, уже там Александр Третий, народовольцы, и все, что мы знаем, они не знают, и все там, особенно у меня светит впереди. И вот они поют такую лихую песенку. За рекой закат горит мариновый, Вечер опускается налогом, А в уездном городе Калинове, Скоконя пролазная вокруг, Старики повсюду да старушечки, Как же мне потешит мою прыть? То ли снова выпалить из пушечки, То ли мусульманку полюбить? Алёха, то ли снова выпалить из пушечки, То ли мусульманку полюбить? Для чего зазря учиться в грамоте, Ежели такие чудеса? То ли мне со свечкой во храм идти, То ли мне направиться в леса? Выдаю наречнику на быструю, Пей себе, гуляй себе, напой, То ли нам заделаться в боби встави, То ли нам удариться в запой. Алёха, то ли нам заделаться в боби с нами, То ли нам удариться в запой. За рекой закат погас валиной, Птицы собираются на юг, А в уездном городе Калинове Скоконя пролазная вокруг, И какую брать с резолюцию Учинем мы с вами на зари, То ли поддаваться в революцию, То ли поддаваться в лотари. А Алёха, то ли поддаваться в революцию, То ли поддаваться в лотари. Спасибо. Спасибо. Спасибо, старш. Иди сюда. Мы обещали с тобой месяц петь, Как два человека, родившиеся в один день, Споём нашу замечательную питерскую песню, Которую все знают. Надеюсь, он нас поддержит. Ахланты держат небо на каменных руках, Ахланты держат небо на каменных руках, Держать его махину не вед со стороны. Напряжены к спины, колени сведены, Их тёжкая работа важней иных работ, Из них ослабник дота, и небо упадёт. В ответ захочет добрый, а выберет поля, И в санкт-кредиловый, И кончится земля. А небо год от года всё давит тяжелей, Дрожит оно от года ракетных кораблей. Дрожит оно от года ракетных кораблей. Стоят они, ребята, до чёные тела, Поставлены когда-то, А смена не пришла, Ахланты держат небо на каменных руках, Ахланты держат небо на каменных руках, Ахланты держат небо на каменных руках, Спасибо! Ну давайте я ещё одну песню наполёт про Арктику, да? Спасибо большое за внимание. Спасибо, спасибо. Это то, что я желаю вам всем. Артур Чаенгару, естественно, снятие, Как он есть на знаменитии полярник, Ну и всем остальным тоже, без исключения. На Вайкаче написана песня. Во обхалах и травах, Тут, где подскудло, Уходит лето, Быстрые секунды, Где волны от каменной добы, Где сны приличные легко идти, Телёг улака, Плывущего над тундрой, Те птицы, Пролетающие над тундрой, Те ореля, Что бежит по тундре, Перегоряют бешево в пути. Если как-то, Разброснувшись утром, Забыв на час о зеркале и пудре, Эта просила рассказать о тундре, И лист бумаги белый я нашёл, Зелёг улака, Плывущего над тундрой, Те птицы, Пролетающий над тундрой, Те ореля, Что бежит по тундре, И запросил бы я карандашом. Потом, покончив с этим трудным телом, Оставив место для ромашек белым, Весь крочек и закрасил я смелым, В зелёной краске радостным для глаз. А после выбрав кисточку потоньше, И осторожно краску взяв на кончик, Я синим бы раскрасил колокольчик, И этим закончил свой рассказ. Я повторять, как он живущий трудно, Что мир устроен праздничный мудро, Да мир устроен праздничный мудро, Пока могу видеть каждый день Тень облака, Плывущего над тундрой, Тень птицы, Пролетающий над тундрой, Тень оленя, Что бежит по тундре, А рядом с ними собственную тень. Тень облака, Плывущего над тундрой, Тень птицы, Пролетающий над тундрой, Тень оленя, Что бежит по тундре, А рядом с ними собственную тень. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...